ребята всем привет в общем весна у нас идет прям вообще полным ходом тепло на улице сегодня больше 20 градусов так что поедем поставить березовый сок нынче будем ставить с капельницами многие писали про капельницы говорят неудобно еще вот к нему вот кран дипропиленовый будем пробовать все что советует собираем рюкзачок выезжаем куда лезешь еще рюкзач их смело с ним где-то здесь сидел ну и все ну и сиди куда ты пошел трогай а 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 река пошла на 1 мая пошла нынче река ну еще неделька и ото льда не останется и признаков речка уже чистая будет а 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 как на коне здесь есть березки вот в кучке на сейчас поставим 10 поставим Так, а что, на десятики будем ставить? А десятики брал? Вон он в воде лежал. Так, привезу. Рыжий, ну-ка. Все, иди, 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 иди. Да иди отсюда. Сюда и сюда. Иди, что? Присядь сюда. Иди, что, почему-то он несет нам? Иди отсюда. Просверлим повыше. Говорят, тут сок лучше. О, сразу видите, ребята, тогда да. Пробираем в березу. Ну-ка. Во. Если так будет лучше, будем так ставить. Слушай, пошла. А ты краник там открыл? Водичка-то пошла. И все, и не надо никакие трусики, да? Просверлим отверстия на крышке. Довольно-таки неплохо. Капает. И неплохо капает. Тут без каких-либо подтеков вообще ничего нету. Вот все сухо. А здесь сок нормально идет. Будем устанавливать сейчас бутылочку. Нет. Единственный момент, надо обязательно просверлить отверстия, чтобы воздух выходил. Капельницу, конечно, надо привязывать, чтобы ветром. Ну, здесь, конечно, плотно, здесь ее не оторвет. Но вообще, в идеале бы мотануть, конечно, скотчем бы или чем-нибудь. Было бы лучше. Сверлышко, кстати, пятерка. Идеально подходит для вот этих вот целей. Не фига, побежали. Такой вот паровоз идет пока с воздухом. Сейчас она закачает. Ваза выйдет. Ну, идет нормально. Довольно-таки быстро. Все. Бутыль у нас никуда не денется. Переходим. Ну, и гвоздь нашей программы – это кран. Нашел дома кран полипропиленовый. Ну, это так. Уже в качестве юмора, конечно, поставим краник. Открывай краник. Руки приехали мыть на. Все. Поставили краник. Крам пока закрыт. Что-то он у тебя весь болтается. О-о-о! А на форт они? Слабо, что не закачало. Не закачало еще. Установили мы здесь кран полипропиленовый в березине. Способ, конечно, рабочий. Сок капает. Ну, надеюсь, все поняли, что это юморной такой способ. И не надо воспринимать его всерьез. В общем, будем ставить дальше капельницы. Ну, кран, конечно, оставим. Посмотрим, набежит, не набежит. Ну, я думаю, набежит, конечно. Часов через шесть приедем. Проверим. Капает нормально. Тут уже не будет никаких мурашей. И нет вообще подтеков. Вот когда я сверлил, рука сухая. Вообще нету никаких подтеков. Сок идет чисто только в бутылку. Тоже капает. Банки, короче, выстояли. Если поставили пять банок по десять литров. Я даже не стал пятилитровые банки ставить. Сок бежит вообще прям нормально, быстро. И часов через шесть вот эти все банки по десять литров, они сто процентов будут полные. Если не придет медведь и не раскидает. А что нас так выйдет? В общем, капельница. Нынче первый раз вообще пробую ставить капельницу. И она мне очень понравилась. Намного удобнее, чем колотить металлические трубки или какие-то там колышки. Никаких подтеков вообще нету. Весь сок бежит в канистру. Не будет никаких муравьев. И прям самый минимальный вред березе. Там отверстие буквально свертышко на пять всего лишь. Так что идеальный, думаю, способ это капельница. Ну, по крайней мере, из всех, что я пробовал, мне капельница больше всех понравилась. Если кто задумался, попробуйте, не пожалейте. Ну, а сейчас ответственный момент. Проба свежего сока. Туда же это, даже если упадет, даже уже не пройдется. О, сладкий. Нормально. Зармарик, по бутылке уже выпил надо. Нормально. О, хороший. Ну, все. В принципе, банки выставлены. Едем домой. Часов через шесть приедем и будем сливать. Возьмем с собой флягу и еще кто-нибудь. Ты чё, ё-моё? Ты чё, ё-моё? Ты чё, ё-моё? Ты чё камеру не свез, ё-моё? Зон, блин. Рыжа, не куста его. Так что, отчаливаем, ребят. Всё, всё, пошлите, пошлите, пошлите. Ты чё камеру не свел? Чего, ё-моё? Всё. Время у нас уже к вечеру идёт. Поедем сливать. Потихоньку едем. Взяли стягу. Прошло у нас, наверное, часа четыре. В общем, приехали, но вижу, что банки не полные ещё. Всё-таки банки большие, надо было оставлять на ночь их. Мы приехали вечерком. Здесь полбанки, здесь тоже половинка. Короче, набежало литров по пять только за это время. Здесь чуть-чуть побольше. Так, где наш там крам? Крам тоже. А, он уже вообще не капает. Тут тоже у нас... Короче, полбанки не бежало. В общем, банки большие, оставлять надо подольше. Тут-то всё капает. Вот он. Капать, кстати, стало медленнее. Вообще, в идеале бы, конечно, две бы, наверное, да? И в одну банку такую большую. Ну, либо просто надо оставлять на подольше. Чтоб эти банки хотя бы часов двенадцать стояли. Но вот четыре часа ещё не полные. Всё-таки баклажки большие. Ну, что поделаешь. Будем сливать что есть. Потом будем ездить маленько пореже, конечно. Надо побольше времени. Следующий придет будет. Бать, бать, нифига они даже большие. Больше, чем десять литров. Ищи. 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 За четыре часа набежала! она здесь литров 28 потому что фляга 36 здесь еще 8 надо сколько есть приедем еще разочек в таком темпе чтобы накапала 10 литров ну тут на на часов 12 надо либо ставить еще одну капельницу либо просто реже проверять мы будем просто реже проверять ну короче вот так вот ведут себя капельницы если честно мы вот первый раз жизни вообще ставим березовый сок таким способом раньше всегда сверлили отверстия забивали трубку либо колышек и ставили банку снизу и я снимал это на видео и в прошлых роликах мне многие писали мол ставь капельницу это удобно в общем да способ согласен удобный и быстро и просверлил отверстие вот ну прям все плотно но есть один минус березовый сок бежит здесь медленней если сразу мы просверлились он капал быстро спустя четыре часа мы вот приехали он стал капать в половину прям медленнее так что кто хочет набрать березовый сок быстро этим способом надо ставить на на две капельницы приедем она на еще раза два за соком и в принципе нам этого будет достаточно куда девать сок мы лично ставим только его на квас больше никуда не используем ну по первости так еще пьем но в основном весь березовый сок идет на квас потом либо в подвал его спускаем либо можно разлить по бутылкам и морозилку его чтобы он дольше хранился и чтобы он не бродил просто если в тепле будет стоять он неделя-две он просто будет брошкой вот так что баночки мы все выставили будем потихоньку выдвигаться домой так что ребят видео заканчиваем всем пока до новых встреч